Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири. И сегодня мы будем изучать 88-й Псалом. В православной толковой Библии говорится «В Псалме изображается бедствие, постигшее одного из потомков Давида. Это нападение на иудею, врагов и расхищение, произведенное ими в Иерусалиме». На это указывает 39-й по 46-й стих. Таким событием нужно считать нападение на иудею, Иерусалим, Сусакима, фараона Египетского, бывшее в пятый год царствования Раваама. Тогда он вошел в Иерусалим, ограбил сокровища храма и дворца, и только покаяние Раваама перед Богом спасло его. Ефам, выступивший за свое служение при Давиде, начавший это служение, мог дожить до времен Раваама, быть свидетелем этого события и по его поводу написать данный Псалом. Надписание этого Псалма в Септуагинте в научении Эфама израильтянина. В еврейской традиции некоторые говорили, что Эфам, Этан, это имя означает «могучий», это никто иной, как праотец Авраам. Хотя, согласно книге летописей Парлипоменон, этот человек упоминается среди близких к Давиду. надписание по еврейскому тексту «вразумление от Этана, а Эзрахи». То есть, можно прочитать это так, «вразумление от могучего, а Эзрахи». И далее идет сам текст. Псалом достаточно большой, в нем насчитывается 53 стиха. И начало Псалма, слова «Милости Твоей, Господи, вовек буду воспевать, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». «Ибо Ты сказал, навек основана будет милость, на небесах утверждена истина Твоя». Вот в этих словах нам сообщается великая тайна. Если суды Божьи прекращаются страшным судом, последним судом, то о милости в третьем Псалме, в третьем стихе данного Псалма сказано, «Навек основана будет милость». То есть, милость никогда не прекратится. И в 13 главе первого послания к Коринфянам мы читаем, что и вера, и надежда, все это как бы прекратится в какой-то момент по своему завершению. Любовь же никогда не перестанет. То есть, милосердие Божие, божественное человеколюбие, божественная любовь, они навеки. Навек основана будет милость, на небесах утверждена истина Твоя, то есть, истина Твоей божественной любви. И далее мы читаем здесь таинственные слова. «Я поставил завет избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое и устрою в рот и рот престол Твой». Эти слова взяты из Второй книги Царств, седьмая глава с 12 по 15 стих. Действительно, Господь клялся Давиду, рабу своему, что всеми его утвердит Господь в рот и рот и престол Давида не оскудеет. Но как это может произойти, если мы знаем, что дом Давида пал и были другие династии, был тот же Ирод, Идуминянин, а как же исполнилось это повеление Бога? Оно исполняется в Сыне Божьем Иисусе Христе, который по плоти потомок Давида, царственный потомок Давида. И когда Христос вознесся в теле на небеса и воссел одесную Бога Отца, это и есть утверждение престола Давида в рот и рот и этому царстванию Мессии Мещаха нет конца и нет предела. Поведуют небеса чудеса Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Действительно, небеса проповедуют о величии Бога, о Его чудесах и истину о божестве возвещают в собрании святых. На самом деле здесь стоит слово «экклесия» в греческом тексте в септуагинте церкви святых имеется в виду церковь небожителей. Таким образом, как бы терминология перевода семидесяти, она совпадает с христианской, богословской терминологией, то есть она заимствуется из перевода семидесяти и становится христианским достоянием. Но собрание святых не только на небе, оно и на земле. Не стоит город без святого, село без праведного. И святые, и праведные, они тоже возвещают о великих чудесах Божьих, как луна, солнце, звезды на небе возвещают, проповедуют как бы величие Бога. И далее седьмой стих, «Ибо кто в облаках сравнится с Господом?» В синодальном переводе «на небесах», не просто в облаках, на небесах. Действительно, небеса небес не могут вместить Бога. Бог превознесен над всем своим творением, не только над облаками. «Ибо кто в облаках сравнится с Господом, уподобится Господу между святыми Божьими». То есть, мы не можем приблизиться не только к совершенству Бога, но в некотором смысле и совершенство святых недоступно для нас. Бог, прославляемый в сонме святых, в сонме святых, по-гречески имеется в виду совет святых, так и в славянской псалтыре. И Федорит Кирский пишет, советом назвал сон, то есть собрание. Опять же, экклесия, церковь, Бог, прославляемый в сонме, здесь применимо слово экклесия, святых, в церкви святых, велик и страшен для всех окружающих его. А кто окружает его? Его окружают ангелы, и они в трепете о величии Бога и о том, как это величие раскрывается в людях, в сонме святых. Господи, Божий сил, кто подобен Тебе? Силен Ты, Господи, и истина Твоя окружает Тебя. Здесь есть некая сложность, мы посмотрим, как это звучит с еврейского. Господи, Бог воинств, кто подобен Тебе, могущественный Создатель и достоверность Твоя вокруг Тебя? Действительно, немножко непонятно, истина Твоя окружает Тебя, а разве Бог не есть Сам истина? Конечно, Он есть истина. И вот решение по Массори, достоверность Твоя вокруг Тебя имеется в виду, и небо достоверно свидетельствует о Боге, и земля достоверно свидетельствует о Боге, и сон святых достоверно свидетельствует о Боге, и сон ангелов, и сон верующих на земле тоже достоверно свидетельствует о Боге, И чтение этого псалма тоже достоверно свидетельствует о Боге. Десятый стих и ниже. «Ты владычествуешь над силой моря, Вздымающиеся волны его ты укращаешь, Ты смирил, как раненого, гордого, Сильную мышцу твою рассеял врагов твоих». Волнующееся море – это образ мира политики. Зверь апокалипсиса выходит из моря, То есть из мира человеческой политики. «Ты смирил, как раненого, гордого, То есть антихриста, Он, прежде всего, гордый, Связал крепкого и гордого, Это также применимо и к дьяволу, И святые отцы, Например, Феодорит, Разумеет, Египет и египетского фараона. Фараон – это образ антихриста, И образ дьявола, Которого Господь смирил, Как сильного крокодила, Связал его. Ты смирил, как раненого, гордого, Гордый – это и антихрист, И дьявол, которого Христос сковал цепью, И заключил в преисподнюю на тысячу лет. Это и фараон. «Сильную мышцею Твоею рассеял врагов Твоих, Твои небеса и Твоя земля, Вселенную, и что наполняет ее, Ты основал». Действительно, по праву Творца Бог является единственным собственником во Вселенной. И вот это проповедует как раз 12 стих 88-го Псалма. «Твои небеса и Твоя земля, Вселенную, и что наполняет ее, Ты основал, Так как Ты это основал, По праву Творца, Ты единственный собственник во Вселенной». «Север и море». Что значит «север и море», То есть «запад». «Запад». «Ты создал Фавор и Ермон, Горы в северной части Святой земли, А имени Твоем возрадуются». И мы вспоминаем эти слова в День преображения Господня и в другие праздничные дни. «Твоя мышца сильна, Да будет крепка рука Твоя, И высока десница Твоя, Правда и суд, Основание престола Твоего, Милость и истина Идут пред лицем Твоим». «Правда и суд, Основание власти Бога, А не ложь и коррупция, Как основание власти Мирских правителей. Милость и истина Идут пред лицем Твоим, А не жестокость и ложь. Бог превознесен над всем творением. Блажен народ, знающий победное восклицание». Победное восклицание Имеется в виду песнь в честь победителя. Что же это за восклицание? «Господи!» Давайте посмотрим, как 16 стих интерпретируется в переводе с еврейского. «Счастлив народ, Трубный глаз знающий, Господи, В свете лица Твоего Ходили они». То есть имя Божие Господь как некий Трубный глаз. Блажен народ, знающий победное восклицание, которое подобно Трубному глазу Господи. А что означает Господи? Господи – это означает милосердие. Подобно как слово «Бог» означает правосудность. И для нас это победное восклицание. «Господи!» Мы знаем милосердного Бога. Во свете лица Твоего они будут ходить. То есть во свете Твоего милосердия. Благодаря Твоему милосердию мы будем ходить, верующие, милосердие Божие. «И о имени Твоем будут радоваться весь день и правду Твоею возноситься, ибо Ты слава силы их и благоволением Твоим возвышаешься мощь наша». Радоваться о имени Господнем. Это о Его имени Господь, который является выражением Его милосердия. И мы знаем, что наиболее высшее выражение божественного милосердия – это имя Господь Иисус Христос. то имя, о котором сказано, что нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись, кроме этого имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И мы наслаждаемся этим сладчайшим именем, и о имени Твоем будут радоваться весь день и правду Твоею возноситься. Как это правдой возносится? То есть верующие, исповедующие правду Божию, они, еще живя на земле, как бы уже возносятся в небеса. «Ибо Ты слава силы их и благоволением Твоим возвышается мощь наша, ибо защита от Господа и святаго Израилева Царя нашего». Действительно, царь царей, превознесенный над всеми, Мелех, Мелахим, это Господь Иисус Христос. «Ибо защита от Господа и святого Израилева, Царя нашего, некогда Ты говорил видение сынам Твоим и сказал, я оказал помощь сильному, вознес из избранного из народа моего, обрел Давида, раба моего, святым елеем моим, помазал его, посему рука моя защитит его и мышца моя укрепит его». Враг не будет иметь никакого успеха над ним и сын беззакония не будет более причинять ему зла. Давид – это образ Христа. Давид – помазанник, Христос – помазанник. Давид – воин, и Христос – воин. Христос убивает Антихриста в своем втором пришествии дыханием уст своих. Давид – псалмопевец, и Христос дарует нам молитву. Как он говорит, «Я открыл им имя Твое». То есть он дарует нам чудесную возможность обращаться к Богу, как к Отцу. Читая молитву Господню, которая начинается словами «Отче наш». «Посяку пред лицем его врагов его, и ненавидящих его поражу, и истина моя и милость моя с ним, и именем моим возвысится мощь его, и положу на море руку его, и на реках десницу его». Имеется в виду, как бы от Средиземного моря до тигра и фрата будут простираться владения его, Давида, царя. «Он будет знать меня». «Он будет знать меня». Как он будет знать? Как отца. «Ты Отец мой, Бог мой и защитник спасения моего». Так он будет обращаться к Создателю. «И я первенцем поставлю его превыше царей земли», как царя царей, «Вовек сохраню ему милость мою и завет мой верен ему и продолжу вовек века семя его и престол его сделаю как дни неба». Только во Христе престол Давида существует как дни неба, непрерывно. Хотя эта династия прервалась по-человечески, но во Христе, как в потомке Давида, она не прервается. «Если оставят сыновья его», то есть дети Давида, его закон, «Если оставят сыновья его закон мой», то есть они оставят наставление отца и закон Божий, «и не будут ходить по уставам моим, если нарушат постановления мои, заповеди мои, не будут хоронить, то накажу жезлом беззакония их и ударами неправды их». То есть мы видим, что действительно пути сыновей Давида были немножко другие, чем путь Давида. Уже царь Соломон уклонился от истинных путей Божьих, а царь Раваам, внук Давида, стал причиной разделения народа Божия. И мы, христиане, тоже оставляем путь Христа, когда, только называясь христианами, живем как язычники. «Накажу жезлом беззакония их и ударами неправды их». Но неужели это все? Конечно, нет. «Милости же моей не отниму от них и не изменю». То есть «не буду неправ по-славянски не приврежду истины моей». То есть наказывая, Бог не отнимает милости своей от избранных своих. «Не нарушу по-славянски не оскверню завета моего и не откажусь от того, что вышло из уст моих. Однажды я клялся святынею моею, Давиду не солгу. Семя его вовек пребудет, и престол его, как солнце предо мною, его семя, это прежде всего Христос, и престол его на небесах, где Христос, как потомок Давида и Сын Божий выседает пред лицом Божьим. Семя его вовек пребудет, и престол его, как солнце предо мною. И когда Христос преобразился на горе Фавор, лицо его просияло ярче света солнечного, одежды так ярко, как белильщик не может выбелить, и как полная луна вовек. И свидетель всему на небе верен. Свидетель, который верен на небе, это тот, кто знает это обетование. Ты же отринул и уничтожил и низверг помазанника твоего. Здесь как бы такой идет диалог слова Бога, слова человека. Отверг завет с рабом твоим, поверг на землю святыню его, разорвал все ограды, сделал опасными укрепления его. Что значит опасными укрепления его? То есть они разрушены, представляют опасность в таком виде. Они не укрепляют. расхищали его все проходящие дорогой. Стал он, то есть народ Божий, поношением у соседей своих. Ты возвысил десницу притеснителей его и возвеселил всех врагов его. Ты отклонил помощь свою, отмеча его, и не защищал его на брании. Давайте вспомним как это звучит по-славянски «Отвратил еси помощь меча его и не заступил еси его во брании». В старославянских текстах монгольского периода говорится «Боже, почему ты не выходишь с полками нашими». Имеется в виду, что Бог попускает полкам Божьим терпеть поражение. «Прекратил у него очищение». Имеется в виду Федорит Кирский предлагает такое объяснение «Разрушил место для получения очищения, то есть лишил его храма. жертвенника, жертв, которыми он мог приобретать очищение от грехов и нечистот». Поэтому здесь как бы перенос на события разрушения Ветхозаветного храма и перенос на времена гонения против церкви. Прекратил у него очищение. Престол его поверг на землю. И мы помним, когда на русской земле престолы повергались на землю. кресты сбрасывались на землю, храмы взрывались. До сих пор есть храмы, где престолы не восстановлены. Нам лежит хорошо в достатке, когда дома Божие стоят в запустении. Сократил дни времени его, покрыл его стыдом. Всяческим поношением подвергаются верующие. Доколе, Господи, будешь отвращаться до конца, то есть от своих, будет пылать, как огонь гнев твой, доколе, вспомни, какова моя природа. О чем это? Какова моя ни одного псалмопевца, а всякого человека, и всех людей, и всего еврейского народа. Природа, по-славянски состав, состав, вспомни, какова наша природа, наш состав, ты же перстами своими создал человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Вспомни, какова моя природа, уже ли напрасно ты создал всех сынов человеческих, ведь не для того, чтобы люди погибли, и оказались вместе, где плач и скрежет зубов. Бог не мог усмотреть только плохое для человека в день его сотворения, когда состав его составлялся перстами Господа. 49-й стих очень трагичный. Какой человек поживет и не увидит смерть, смерть, то есть мы все обречены на смерть, как сказано в одной книге, человек рождается для смерти, умирает для жизни. Какой человек поживет и не увидит смерти, избавит душу свою от власти ада, то есть мы не можем избежать смерти, мы не можем сами избавить душу свою от власти ада, но Христос, который смертью Своею нашу смерть попрал, и сущим в огробях в аде живот даровал. Только в нем и с ним мы имеем надежду на вечное благостное будущее, которое, начавшись в этой земной временной жизни, уже не прекратится никогда. Пятидесятый стих «Где древние милости Твои, Господи, которые, клянясь истинною Твоею, обещал дать Давиду святую?» Имеется в виду обетование о том, что Господь не оставит своих. И мы тоже задаем этот вопрос из начала двадцать первого века, где древние милости Твои, Господи, которые Ты обещал через старцев, позорливцев, святых земли русской дать русской земле. «Вспомни, Господи, поношение рабов Твоих», то есть вспомни новомучеников наших, это в нашей ситуации, «которые я переносил в груди». Что значит он переносил поношение в груди? Он не отвечал на обвинение обвинениями, он не отвечал на ложь ложью, он молчал, как и Христос молчал в Синедрионе, как Христос молчал перед Пилатом, ничего не отвечая ему. Вспомни, Господи, поношение рабов Твоих, которое я переносил в груди, по-славянски в недре, в недре, в груди моей от многих народов, поношение от многих, апостол Павел страдал от язычников, апостол Павел страдал от иудеев, он мучился от лже-братьей, от таких же христиан, как и он, как он пишет, я в Эфесе боролся с этими зверями, но перенося все в своем сердце, в недре, в груди, не отвечая злом на зло, напротив, благословляя проклинающих, молясь за обижающих, любя врагов, мы становимся кем-то или чем-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа и Его любви. вспомни, Господи, поношение рабов Твоих, которые я переносил в груди моей от многих народов, то есть разных, коим поносили враги Твои, Господи, коим поносили перемену с помазанником Твоим, то есть низвержение и пленение иудейских царей, такое объяснение предлагает юнгеров, то есть нас особенно поносят тогда, когда печальные перемены, когда услышав о наших несчастьях, наши враги говорят, вот их настигло их зло, не понимая того, что Господь попускает нам трудности с одной целью, в этих трудностях усовершенствовать нас. И окончание этого псалма, 53 стих, благословен Господь вовек, да будет, да будет, то есть в самом конце произносится баруха, благословение Господу, и вот эти слова да будет, да будет, то есть омейн, омейн, то есть всегда благословен, да будет Господь, дважды благословен, да будет в этой жизни, да будет благословен и в будущей жизни, живы ли мы или мертвы, мы благословляем и прославляем Бога. Теперь давайте мы посмотрим, как этот чудесный псалом звучит близко к оригиналу, мы прочитаем не весь текст, потому что псалом этот объемный псалом, давайте посмотрим с 37 стиха, «Его семя вовек пребудет, и его престол предо мною, как солнце». Это то, что мы уже выучили, «как луна утвердится навек». Солнце и луна. Солнце – это новый завет, луна – это ветхий завет. то есть пророки и апостолы составляют блеск престола Божия. И днем, и ночью. Ночь – это жизнь без Христа до его пришествия. Христос, как солнце правды, и свет солнца – это царство благодати в жизни церкви. Но ты, ты словно покинул и возгнушался, исполнился ярости на помазанника твоего. Ты расторг завет с рабом твоим, поверг с хулою на землю его венец. И как здесь не вспомнить, когда царская корона была повержена в России с хулою, со срамотою на землю, на землю, какой грязью поливали царскую семью, последнего русского императора. Ты расторг завет с рабом твоим, поверг с хулою на землю его венец. Но если Бог это попускает, Он попускает для величия царя, помазанника. ты проломил все его ограды, то есть все границы были разрушены. Его крепости превратил в руины, крепости русской земли – это храмы, они руинами до сих пор многие лежат. Его расхищали все путем проходящие. Он стал поруганием у соседей своих проходящие. Это чужие, это не наши, это не поселенцы, постоянно живущие здесь, это всякие гастарбайтеры. И все в поруганию соседей, у кресток племен, народов. Ты возвысил десницу его теснителей, то есть Господь как бы дал силу нашим врагам, иначе бы они нас не опрокинули, дал радоваться всем его врагам, как Каганович, когда приводил в движение взрыв храма Христа Спасителя, опуская рубильник, он сказал, задерем подол матушки России с такой бесовской радостью. Ты отвратил также кремень его меча, то есть оружие наше притупилось, и не дал ты ему устоять в битве, белое войско было разбито, ты лишил его ясности, люди в период смуты, они не видят правильных ориентиров, и его престол ты на землю поверг, под ноги челяди, черни, ты сократил дни его юности, дни юности, это радостные дни, они сократились, его облачил стыдом, люди боялись открыто говорить о своей вере, даже некоторые испытывали чувство стыда, прятали иконы, да коли Господи, скрывать себя будешь вечно, пылать будет огнем твой гневный пыл, вспомни я, что мой век земной, зачем для щиты сотворил всех сынов человеческих, кто есть муж, который бы жил и не видел смерти, дал бы душе своей избежать преисподней. Те же слова, но новые выражения, более близкие к оригиналу образы. Где твои милости прежние, мой господин? В чем ты клялся Давиду твоей верностью? Вспомни, мой господин, твоих рабов поругания, что ношу я в лоне моем от всех великих числом народов, действительно, какие только народы не выставали на нашу землю, как ругают твои враги господи, как ругают пятый помазанника твоего. Очень интересный образ пятый помазанника твоего имеется в виду даже напоминание о деяниях великих правителей той же имперской России это все вызывает негодование у этих людей. И в окончании, как мы уже обратили внимание, по помазори благословен Господь вовек. Амэн и амэн. То есть благословен Господь в этой жизни, в будущей. И истина его, она торжествует, и величия его нету предела и конца. и и и и и